Приветствую! Валерий Меладзе, призывавший бойкотировать новогодние огоньки из-за отмены концертов в связи с пандемией, как выяснили, оказался далеко не бедным человеком. Певец, якобы молвивший слово об артистах, терпящих бедствия из-за коронавируса, имеет недвижимость на 900 миллионов рублей. Помимо этого у звезды отечественной эстрады несколько многомиллионных контрактов и прибыльный бизнес помимо сцены. Артист владеет домом на Рублевке стоимостью 2,5 миллиона долларов. Также у него есть роскошный особняк в подмосковной Венеции, поселке Миллениум парк, где стоимость домов начинается от 600 миллионов рублей. Три года назад певец заключил контракт с московской дирекцией массовых мероприятий на 3,3 миллиона рублей. В 2018 году Меладзе получил от концертного зала Октябрьский в Санкт-Петербурге 3 миллиона рублей, от Томской областной филармонии около 3 миллионов рублей, но основной доход артиста. Вероятнее всего складывается из участия в частных вечеринках и корпоративах. За один час выступления Валерия Меладзе агентство просят от 40 до 60 тысяч долларов. Певец владеет торговым центром «Вантаж» в Бирюлёво, одной только кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей, и по официальным документам торговый центр приносит певцу доход 15 миллионов рублей чистыми в год. Помочь к тому же в случае чего? Валерию Меладзе может и его брат Константин, совладелец первого музыкального издательства, которое работает с Киркоровым, Биланом, Нюшей, Иваном Дорном. Ежегодно студия звукозаписи приносит своим владельцам доход более миллиарда рублей. Правда, интересно то, что призыв Меладзе бойкотировать новогодние огоньки поддержали зрители, но не в плане, чтобы бедным артистам дали зелёный свет и разрешили гастроли в период пандемии, а в плане того, что огоньков на телевидении в новогоднюю ночь больше не будет, и они не увидят заезженных лиц. Субтитры создавал DimaTorzok